21-я Волга, 408-й Москвич, 123-й Мерседес, Вазовская копейка. О нет, это вовсе не очередная выставка оллтаймеров. Это заключительный этап международного любительского чемпионата по кольцевым гонкам на классических автомобилях Moscow Classic Grand Prix 2019. В минувшие выходные на гоночной трассе Moscow Raceway состоялось сразу два уникальных соревнования. Кольцевая гонка на выносливость Classic 300 и гонка на регулярность движения Classic 50. По правилам гонки Classic 300 участники должны были пройти с максимальной скоростью 76 кругов, то есть чуть больше 300 километров. Такая дистанция была выбрана не случайно, ведь именно столько проезжают пилоты Формулы-1. Перед участниками Classic 50 стояла несколько иная задача. Им нужно было проехать 50 километров, стараясь показать одинаковое время прохождения круга. Здесь где-то порядка 25% профессионалов и 75% любителей. Специально все сформатировано для того, чтобы это был некий путь эволюции, который будет давать какие-то результаты прогнозируемые. К участию в соревнованиях были допущены классические автомобили советского и иностранного производства старше 30 лет. До финиша гонки на выносливость дошли чуть более половины машин. И это неплохо, учитывая их возраст. Мы пытаемся популяризировать автомобильный спорт. Специально сделали эти гонки на советских, российских автомобилях, потому что стоимость их невелика. В принципе, любой человек, молодой или не очень молодой, в состоянии построить себе автомобиль для участия в этих гонках.